Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении». Совсем скоро в Московской области пройдет школа и фестиваль для всей семьи под названием «Семь струн русской души». Подробнее об этом музыкальном проекте мы приехали узнать к основателям школы «Русская гитара» Владимиру Маркушевич и Владимиру Сумину. «Русская голливая». Русская белая. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Великолепное исполнение. Спасибо, что пригласили нас к себе. Конечно же, хочется услышать о вашем международном сообществе, профессионалов и любителей, тех, кто любит играть на русской семистронной гитаре. Владимир, в первую очередь вопрос к вам. Расскажите, как удалось создать такой великолепный проект? Ну, проект наш называется «Школа летняя по обучению игре на этом замечательном инструменте русской семистронной гитаре». И вот она состоится уже второй год подряд, вернее, даже третий. Мы делали в 2019 году сами по себе, а потом грант президентский был выигран. Это прошлый год, 2021, и 2022, сейчас ближайшее лето, август месяц, у нас будет две смены, 30 человек. И буквально завтра мы подводим итоги. У нас видеоконкурс «Музыка русской души». Значит, это конкурс на соискание места по видеозаписям, и мы отбираем 30 человек. Мы счастливы, потому что у нас действительно уже сложилась команда. Это три педагога – Владимир Сумин, Владимир Маркушевич, и еще из Казани замечательный Евгений Аксенов. Ну и у нас замечательный координатор и директор этого проекта – это Оксана Сумина. Мы наслышаны, что уже действительно фонд культурных инициатив поддерживает вас во второй раз. Получается, в первый раз вы уже своими силами все это собрали, потом второй, сейчас третий раз. И это культурный центр «Русский лес». На базе этого культурного центра вы проводите школу. Теперь уже, Владимир, расскажите вы, почему именно «Русский лес»? Культурный центр «Русский лес» – это прежде всего Бересников Юрий Геннадьевич. Мы с ним познакомились очень интересно через Захара Прелипина, которому мы однажды там поиграли. Они совместно так ухаживают за такой территорией, которая, в общем, и называется «Русский лес». Там очень так культурно, как бы напоминает какое-то дворянское поместье. Это Подмосковье, Одинцовский район, Лапино. Деревня Лапино. Это деревня, так можно сказать, но все же это не деревня. И мы уже в третий раз проводим там, будем проводить школу. Кроме школы, это у нас, ну как, проект, сайт у нас есть, называется «Семь струн русской души». Конкурсы поведуты. Ну, собственно, весь проект предполагает вот в этом году набор участников школы на конкурсной основе. Вот мы будем завтра подводить итоги. Потом сама, собственно, школа, которая предполагает обучение в течение двух месяцев. Мы в основном с участниками занимаемся онлайн, потому что у нас география участников очень широкая. Давай перечислим. Да, 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 перечислим. Санкт-Петербург, Москва, Нижний Тагил у нас в этом году впервые такой город появился, Казань, Нижний Новгород, Муром. Те, кто хочет поучаствовать, поучиться на русской семистронной гитаре, поучаствовать в нашем проекте, они присылают заявку, где они что-то играют, говорят о своей мотивации, зачем им это нужно, что они хотят. Самый важный момент, что, в общем-то, семистронников сейчас очень мало. И вот прошлый год наш показал, что мы где-то 90% брали те, кто играл уже на классической гитаре, и с нуля стал осваивать. Да, вот с этой целью, соответственно, закупались в Калуге гитары фирмы «Ньютон». Вот есть Калужская, у них есть целая линейка семистронных гитар, доф-гитары в Санкт-Петербурге, и заранее, вот, собственно, вот, вживую, как вот мы сменно проводили, недельные, мы же занимаемся онлайн, вот я повторюсь, да, и, собственно, эти гитары заранее рассылались, чтобы вот у этих участников было. Вот, что получилось, что мы сделали записи, у нас был оркестр гитарный, все это же планируется и в этом году, вот, и среди участников, это студенты музыкальных училищ, вузов, выпускники, конечно же, школьники, вот, ну и просто любители гитары. У нас две группы, это то, что мы сейчас набираем, это группа А и группа Б, А это любители, школьники, ну, а все, кто уже более профессиональные, это группа Б. Ну, абсолютно лояльно мы ко всем относимся и, конечно, с большой надеждой смотрим вот на ближайшее лето. Прекрасно, значит, в любом возрасте можно научиться играть на семиструнной гитаре. Можно, конечно. Ну, я еще договорю, вот у нас программа, кроме, собственно, школы, да, мы занимаемся онлайн, потом мы собираемся в начале августа, в первой половине августа. Два потока по неделе, по 15 человек, занимаемся вживую, репетируем, что-то записываем, лекции, мастер-классы, концерты, выступления. Ну, и, собственно, такой у нас еще там фестиваль будет в эти дни, в выходные дни 6-7 августа и 13-14, соответственно. Это выходные, суббота, воскресенье. Такая фестивальная программа, участники, гости нашей школы, какие-то вообще музыканты, порой даже достаточно известные, будут у нас участвовать. Это вот Лапино парк, мы, в общем, всех приглашаем. Там, в общем-то, возможности Лапино парка, отдыха и собственные площадки, и, соответственно, все возможное, и шашлыки, и все остальное, значит, это все. Да, ну, как парк отдыха, да, ну, как парк отдыха. Ну, и, соответственно, мы надеемся, будет красивая музыка. Ну, в целом, как вы обозначили бы отличие игры от шестиструнки на семиструнной гитаре? Чем, по-вашему, в первую очередь отличается? Ну, во-первых, сразу же обозначить, что нет ни хуже, ни лучше гитары, да. Да, вот просто семиструнная гитара – это часть русской культуры, инструмент, который весь XIX век прошел под знаком этой гитары, для… сочинялись и фантазии, и русские песни, аккомпанементы были, цыгане вели тоже в состав аккомпанирующего инструмента, да, у них было хоровое пение, да, и вот как тоже. Вот у нас, кстати, планируется приезд, собственно, цыганских артистов тоже, это будет знаменитый сам Саныч Колпаков и также певица, с которой мы тоже работаем, это Татьяна Петровна Филимонова. Это вот, что касается цыганской социальной… Да, да, это будет как бы тема, потому что семиструнную гитару называют и русской, и цыганской, вот, вот, цыганская тема у нас… Ну, среди прочего. Тоже будет, будут какие-то классические вещи тоже, вот, будут наши студенты прошлых лет, которые в этом году приедут, и уже с номерами, вот, этих студентов мы весь год вели, были конкурсы, в том числе в нашем замечательном юго-западном округе, и наша задача, чтобы эти люди, ну, как бы, вот, поучились у нас, сохраняли связи, и потом в течение года, собственно, мы еще виделись на каких-то мероприятиях, фестивалях, концертах, это очень важно. Ну, конечно, вы держите руку на пульсе, связь со своими учениками после фестиваля, после всех вот этих масштабных мероприятий уже офлайн, но, тем не менее, вот, как вам удается, потому что это огромное сообщество, колоссальная работа, и вы единственные в мире, кто вот так вот популяризирует серьезно, на таком серьезном уровне, игру на семиструнной гитаре. Ну, я бы не сказал, что мы единственные в мире, то есть у нас единственная в мире, наверное, школа по обучению на семиструнную гитару, да, вот, а так в той же Америке наш замечательный соотечественник, который там, в общем-то, живет с 90-х годов, это Олег Тимофеев, он тоже проводит фестивали семиструнной гитары, и мы в разные годы... Мы, кстати, Айова, фестиваль русской семиструнной гитары. Мы в разные годы ездили, да, в Аводе ездил там чуть-чуть позже, я чуть раньше, но вот Олег замечательно, он делал диссертацию по этому инструменту, накопал, как археолог, значит... Толстая книга. Да, у нее и книги, и записи, и все, и это все очень тоже интересно. Но школа у нас, и, собственно, вот то, что ученики нашей школы русской гитары, это Татьяна Бестигольникова, Павел Самохин, который вот тоже... Обязательно, да. Участие в этой передаче, да, и которая сыграет и что-то расскажет, да, это тоже вот плод, собственно, нашей деятельности. Инструменты, которые розданы, вот те, кто с нуля начинывал, да, вот эти семиструнные гитары, мы не забираем после школы, потом еще оставляем те, кто играет. Те, кто играет, да. Да, те, кто не играет, мы у них забираем и передаем другим, и, в общем-то, конечно... Эстафетная палочка. Замечательно, что, в общем-то, есть такой грант, и что, в общем-то, он выигранный. Это особая ответственность, но это, конечно, для нас тоже поддержка, для нас и наших единомышленников. Конечно. Именно вот сейчас очень важно и здорово, что идет такая поддержка культурных инициатив, да, ведь семиструнная гитара – это часть нашей культуры. Семиструнная традиция, она еще ведет от Аполлона Григорьева, от хора Соколова. Да, и 19 век – это тоже фамилии, такие как Андрей Осипович Сихр, это орфист, виртуоз, который переключился потом на инструмент, создал методику. Вот. Большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге. Вот. Следующий год, кстати, его юбилейный – это 250 лет со дня рождения. Вот. Я сейчас тоже так задумываю, какие-то давать пьесы, тоже из Володи новые дуэты играть. Да, в общем-то, мы как-то хотим эту тоже дату отметить, ну и ученикам тоже пьесы дать. В Москве Михаил Тимофеевич Высоцкий, его Лермонтов воспевал тоже в своих стихотворениях, тоже боготворили и цыгане, и простая публика. Вот. В царской семье, например, супруга Александра I, Елизавета Алексеевна, тоже играла на этом инструменте, и придворный композитор фон Гельд посвящал ей свои сочинения. В общем-то, история такая, что много можно рассказать и об этих гитаристах, и об их учениках. Но вот у нас есть такая возможность в рамках школы еще, помимо игры и обучения, проводить всякие беседы, лекции. Ну, вы говорите, костры. Костры у нас тоже есть. И сейчас, я думаю, самое время послушать игру Татьяны, вашей ученицы. Татьяны Бестигольниковой. Да, Татьяны Бестигольниковой. И это исполнение как раз прелюдия памяти гитариста 19 века Михаила Высоцкого. Давайте послушаем. Татьяны Бестигольниковой. В следующем году я хотела сыграть произведение Агюста Дирана «Вальс номер один». И еще мне говорили, что я сыграю какое-нибудь произведение сихрой. Павел Самохин. Мы сейчас послушаем, как он исполняет композицию. И эта композиция как раз Михаила Высоцкого. Таня сыграла композицию современного композитора Гебалова, посвященную Высоцкому. А вот, собственно, сам Высоцкий 19 век. Да, прелюдия. Павел Самохин. С первого класса я начинала играть на шестиструн. Но в втором классе мой преподаватель Владимир Генрихович предложил мне обучаться и на семиструнной гитаре. Я сразу загорелся этой идеей, потому что я слышал много композиторов, которые сочинили прекрасную музыку для русской семиструнной гитары. Ваши любимые композиции, как вообще вы можете это... Вообще-то можно обозначить? Мы можем буквально два слова сказать о том, что мы сегодня сыграли. Алексей Степанов. Но очень важно, чтобы инструмент развивался. Это не только традиции. Музыка с 19 века, 20 век. Очень важно, чтобы были композиторы, которые пишут для инструмента. Мы, собственно, выбрали две композиции. Одна это Алексей Степанов. Это тоже московский гитарист-композитор, играющий на шести и на семиструнной гитаре, и сочиняющий тоже для этих инструментов. И пьесу, которую мы сыграли, она называется... У него полное название такое московское «Богатель». «Богатель» — это безделушка по-французски. То есть такая маленькая какая-то яркая пьеска. И пряники. Мне кажется, именно для понимания русского мира, для понимания этого инструмента русского, она максимально подходит. Что-то такое похожее на гжель. И, собственно, у нас в репертуаре с Володей Массо пьес и обработок Сергея Ильича Орехова. Надо сказать, что даже у него такая, можно сказать, красивый уход из жизни был. То есть он играл на гитаре, он всю жизнь импровизировал на тему, в том числе, цыганской венгерки. И последнее, что он играл, это тоже была цыганская венгерка. Вот мы играем один из какой-то бесчисленных вариантов. Он сыграл цыганскую венгерку, ему сказали, как вы хорошо сыграли. Он говорит, потому что я, говорит, положил туда всю душу. Он встал и упал. Это был август 98-го года. При исполнении. Я счастлив, что я все-таки даже принимал участие в одном из концертов и с ним общался. Вот Володя, собственно, с Ростова-на-Донух. Замечательная тоже там школа. Замечательная мозга. Хочется надеяться, что участники конкурса фестиваля «Семь струн русской души» по всей России распределятся и будут свои учителя уже на местах для новых поколений. Евгений, я хотел от нас двоих поблагодарить телерадиокомпанию «Русский мир» за прекрасную передачу. Уже, собственно, с прошлого года сотрудничаем, и прошлую школу тоже нашу освещали. Очень приятно вообще рассказать о всем, что у нас происходит. Конечно, это «Русский мир», русская музыка, русская гитара. Еще раз мы приглашаем на фестивальные концерты, напомним эти даты. 6-7 августа и также 13-14 завершаем. Да, ну, какие-то программы будем публиковать. У нас, собственно, страничка есть ВКонтакте. Те, кто интересуется, у нас есть ВКонтакте сообщество «Школа русская гитара» и есть сайт «Семь струн русской души» в YouTube-канал. Ну, не знаю, насколько это будет сейчас, YouTube еще актуален, но пока что актуален. Да, ну, в общем-то, вся информация будет там публиковаться, и вас тоже приглашаем. Спасибо, с удовольствием. Дорогие друзья, ну что же, я напомню, что сегодня мы были в гостях у школы «Русская гитара», у основателей этой школы «Доэт русские гитары» — это Владимир Маркушевич и Владимир Сумин. И говорили мы о конкурсе фестиваля «Семь струн русской души», о школе «Русская гитара», о вдохновении и музыке. Оставайтесь с нами, до новых встреч и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»